всем привет с вами ольга сухова сегодня я хочу поговорить немножко о бирочках бирочках табличках тегах логотипах учим их называют все по-разному поэтому я не знаю как правильно они называются вот честно я их называю табличками или бирочками они используются в наших работах под экупажу причем совершенно разные бирочки могут быть мы их клеим на шкатулки на какие-то коробочки и так далее но вот как видите у меня здесь тоже целая куча всяких бирочек вот этих разной формы разного размера просто из фанерные есть кругленькие овальные всякие всяких маленькие есть вот но бирочки эти как вы видите плоские то есть их можно приклеить на какой-то только ровную поверхность как быть если у вас вот такая поверхность вот допустим я делала плела вот эти вот корзиночки для икеевских бутылок недавно и попросили меня сделать вот такие бирочки с рисунком и честно говоря сначала даже ломала голову а что что делать то как быть то где взять бирочки которые гнутся вот потом полазила по интернету поискала идеи нашла идею с использованием картона но картон там использовали толстый переплетный у меня такого тоже к сожалению нет да собственно и прорезать такой картон весьма сложно он очень толстая то никакие ножницы не возьмут поэтому я придумала ну естественно я америку не открыла в этом это все известно но я придумал для себя вариант вот таких вот бирочек они картонные но они сделаны не из переплетного картона а из потребительского ну для рукоделия картон бывает или просто какие-то коробки у вас бывают картонные хорошего такого качества и вот такие бирочки я сделала они все гнутся я бы сейчас не буду глуп чтобы не сломать это все гнется по форме непосредственно вот этой вот поверхности например то есть я ее просто буду держать в пальцах немножко подгибать подгибать и она постепенно вот эту форму примет потом я зафиксирую чем-то и на резинке на те же можно прицепить и она будет уже по форме можно с изнаночной стороны немножко смочить водой и в это время загнуть она тогда быстрее загнется то есть я хочу сегодня вам кратенько показать и рассказать как сделать вот такие бирочки для неровных поверхностей но возможно этот совет пригодится и тем у кого нет вот такого богачества то есть такие бирки купить тоже не всегда можно не всегда они есть это я вот годами их собираю поэтому мне такой запас но иногда бывает вот нужно такая бирка такой формы которая не подходит вот ни одна из этих например и вот я попробовала сделать вот такие вот разные бирочки у меня есть плоттер сразу говорю на плоттер я делаю трафареты поэтому как бы у меня есть инструмент но это все можно сделать обыкновенными ножницами из тонкого картона повторюсь именно тонкого картона то есть нужно сделать несколько одинаковых вырезок вот я в частности делаю на плоттере из картона и потом все это просто-напросто склеить и обработать вот сейчас я вам покажу как я это вырезаю в следующей части и потом покажу как склеивать то сделать все элементарно просто а дальше просто вы украшаете эту бирочку по своему назначению в частности я сделал трафаретный узор можно приклеить картинку то есть как вам уже нужно вырезать такие детальки для накладочки можно при помощи плоттера но в частности у меня есть он поэтому я могу сделать если плоттер у вас нет а это у большинства естественно так так и есть то можно просто вырезать ножницами из картонки картонка тоненькая вот именно поэтому я буду склеивать их несколько штучек в один плоттер спокойно прорезает но просто покажу вам как я это делаю то есть можно на плоттере выбрать любую вот эту вот картиночку какая вот нужно ну например вот такую сейчас выберу так здесь у меня ширина 10 я поставлю поменьше я поставлю шесть с половиной ну такой размерчик оптимальный вот высота соответственно меняется сама так установить картинку я сейчас смещу на две позиции вниз и одну влево ну чтобы просто мне не сам начали на было ну то есть это чисто настройки для плоттера я задаю чисто вам показать как это можно сделать на плоттере если он у вас есть так окей 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 вырезать и запускаем резку сейчас я попробую одну рукой все это сделать я закрепила картонку тоненькая картоночка вот она вот она эта штучка сейчас еще одну картиночку обязательно придерживать потому что изношенный старенький может съехать вот так вот раз то есть меняю спокойно вот эти вот картинки на мониторе и соответственно выбираю ту которым не надо вот смотрите вот таких вот заготовочек картонка зрите тоненькая совсем таких вот заготовочек я делала штуки 34 если позволяет картонка склеивать их в нормальном виде тоска ну то есть ленточка снять склеить их просто между собой хорошим клеем если бумага у вас картон какая-то глянцевая этот глянцевый слой желательно снять потому что клей плохо приклеит картонки они будут у вас расслаиваться ну картонки могут быть опять же разные вот коробки мне есть остались какие-то остатки вот вот такая картонка была вот я использовала картонки от фотобумаги частности вот это с программами слоге оговорила вот этот слой верхняя снимаю потому что на него плохо ложится клей он такой блестящий получается очень нехорошо склеивается потом значит склеиваем и получается бирочка но я немножко вам покажу подробнее как я это сделаю дальнейшую часть работаем если у вас нет плотера а это естественно у большинства из вас то такие вот штучки можно просто сделать из картонки вырезать ножницами одну детальку потом обвести ее карандашиком на картонке следующий и просто аккуратненько ножницами вырезать далее покажу как эти картонки склеить между собой и что с ними сделать еще чтобы вот те картонки которые вырезаны ножницами были в единый блок скреплены сплоттерными проще они одинаковые вот ножницами отличаются жутки ну неровные края не прямая линия то есть есть вот такие вопросы я покажу с ним надо сделать потом после склеивания я еще раз сейчас крупным планом покажу вам те самые таблички бирочки которые я уже сделала здесь у меня склеены четыре слоя картонки но картонка просто тонкая получилось поэтому четыре слоя можно сделать три либо там больше смотрите какая ваш картонка вот они такие плотненькие получаются вот это склеены уже то есть я беру просто вот эти вот вырезанные фрагменты кусочки ой так клей смазываю клеем обыкновенным пва ну вот у меня клей пва хороший довольно таки им трубочки склеиваю он очень липкий и быстро схватывается обязательно промазать нужно все вот эти краешки чтобы просто не было намазано тут намазано там не намазано получится воздушная карман и получится потом нехорошая склейка и просто склеиваю вот так вот несколько кусочков вот желательно их 100 вот так стучать потому что так ровнее вас края станут чтобы было более правильное склеивание и вот таким образом надо склеить вот в данном случае я склею 4 штучки потому что картонка тонкая что все вот это делается довольно таки просто загибать сразу ничего не надо по форме это все вы сделаете уже конкретно когда все просохнет когда вы все покрасить и либо наклеить и картинку смотри какая у вас там идея затея и только после этого нужно будет руками придать форму вот этой вот выпуклости основывать уже на конкретном изделии там бутылку вас либо какая-то баночка либо что-то еще чем хороши вот эти картонные таблички их незаметно что они картонные во первых то есть обработка идет такая что ничего не заметно и потом опять же можно сделать любой совершенно формы и размера что тоже мне нравится теперь вот придумав этот вот вариант и делается довольно таки просто то есть не надо ничего бегать покупать деревяшки вот эти вот потому что на самом деле их не всегда можно купить вот 4 щас к приклеиваю и толщина вот это меня уже устраивает вот вот так вот все это склеивается выравнивается естественно и кладется под какой-то пресс ну вот я в частности ставила под банку с клеем точнее с лаком и все на меня вот так вот стояла и все то есть делаем сколько нужно если нужно расслоить вот такая блестяшка если если это надо расслоить вот этот уже испачкалась расслаивала вот ну до такого хотя бы состоянии потом часа их буду склеивать то есть видите вот из крючки я сделала все делать очень просто после того как это все высохло вот эти у меня высохшие что я делаю я просто беру шкурку либо наждачку либо шкурку на пороломки и вот этой шкуркой ну поострее желательно чтобы она была просто вот так вот прохожусь по вот этим краям шкурка стесывает все неровности на бумаге допустим вы склеили там неровно немножко со сдвигом надо как-то это решить вопрос вот я сначала просто по торцу видите практически стало незаметно вообще того что здесь склейка и потом немножечко вот по этим в плоскостям я прохожу еще раз то есть выравниваю еще и вот эти две стороны лицевую и изнаночную так края получаются скругленные гладенькие ровные и получается очень хорошо вот так и все вот она такая получается ровненькая хорошенькая и совершенно непонятно что она склеена и после этого нужно бирочку покрасить покраситься с лицевой стороны соответственно и вот торец с изнанки я не крашу нет смысла потому что она приклеивается все равно куда-то и после окрашивания бирочку нужно декорировать как уже вы решили там либо какие-то наклеивается картинки красивые маленькие либо это делается трафарет вот на бутылках я делала плетение по периметру вот этого всего все всего я приклеила еще трубочку я подсмотрела эту идею у стрекозы она плетет из соломки из бумажные вот идея приклеения вот этого трубочки я посмотрела в частности у нее мне понравилось и я себе точно также сделал на бутылках то есть все просто вот так получают такие красивые бирочки берите на заметку возможно вам это пригодится для ваших работ если вы не сможете купить деревянные бирочки либо бирочки нужны круглые сейчас просто покажу как я крашу я наношу два слоя краски в принципе краску вообще можно не наносить смотрите как хотите но это смотря что вы делаете опять же какая нужна вам фактура вот это вот сама сама вот этого основания у меня краска сейчас акриловая эмаль обычная поэтому она наносится таким тонким слоем довольно мне просто хочется закрасить эту основу и не более того это я сейчас убираю губкой лишние разводы которые образовались если я кисточка мазанула лишнюю вот это все убирается то есть я начинаю с торцов то что так просто удобнее держать ну и просто обычно дальше краску наношу кисточкой и размазываю повторюсь еще раз можно не красить если вы собираетесь клеить картинку потому что ну особо смысла нету я просто уже привыкла делать все вот так мне так больше нравится и поэтому я крашу можно феном подсушить можно так оставить краска высохнет быстро но еще сразу две буду делать я просто хочу две картинки приклеить показать как получается одна будет вот такая а другая будет овальная так мы здесь соответственно то же самое все пока красиво уже то высох увидите на уже все так и я второй слой нанесу она краска опять же дает небольшое дополнение к толщине то есть слой краски это дополнительная толщина что тоже хорошо принципе табличка будет потолще я вот тут сделала три картонки но может быть побольше надо было мне кажется тонковато все таки получилось но если делать просто просто картиночку такую то это нормально а если делать с каким-то ободочком то лучше потолще сделать несколько картонок склеить на все оставляю сушиться и потом подготовлю картинки и меня вот тут немножечко подобрала но чисто такие тестовые таблички поэтому я особо тут не заморачивалась пока посмотрел что у меня в остатках валяется там остаются листочки ну вот можно какие-то такие виноградики например вот груш но соответственно размер должен быть поменьше потому что она маленькая поэтому я из этих не буду вырезать я вот нашла какой-то остаток у меня от чего-то был вот эту сейчас розочку буду клеить вот на эту вот а сюда котика то есть вот так сейчас у меня наверно получится сейчас подсушу и буду клеить если же вы хотите сделать такую табличку с трафаретом именно вот тогда нужно красить обязательно то есть здесь вот два слоя краски а возможные три смотри какая у вас краска нужны для того чтобы потом на нее у вас легла шпаклевка трафарета вот я делал специально трафареты вот опять же в таком же размере точно как и эти таблички вырезалась на плотере рисунок сам сам объем вернее сам трафарет и вот этим трафаретом я делала вот эти вот непосредственно таблички так ну вот уже все высохло я пока гнуть это все не буду грется вот так постепенно так пальчиками перебираете и загибаете ее ведь она уже начала но пока не надо этого делать потому что начал доделать ее а это вообще уже выгибается в другую сторону видимо я ее плохо просушила а может быть от краски тоже марианка расскажи мокрая она начинает гнуться все это мы пока не трогаем ничего так я беру теперь вот эти две бумажки которые я подготовила для этих непосредственно вот табличек так обрежу запасом смотрим на свет как она там должна лечь мне так неудобно я сейчас буду посмотрю сейчас так бумажку надо обязательно один раз расслоить это у меня фотобумага я напоминаю работаю я только с фотобумагой потому что у меня стройный принтер лазерного нет к сожалению а стройным тоже можно делать но надо брать фотобумагу причем не абы какую вот частности бумага ламонт хорошо работает так а Субтитры сделал DimaTorzok Вот мне плохо видно, к сожалению, эту рамку Надо смотреть на свет, чтобы было понятно, куда клеится картинка Сейчас я вот эти вот полоски попробую всё-таки срезать, чтобы мне хоть более-менее попасть Потому что мне очень неудобно на съёмках это всё делать Обычно я смотрю на окно днём, и хорошо видно рисунок, как ложится Надеюсь, что мне хватит сейчас этой картинки на эту вот табличку Она вроде как по размеру нормальная Так, здесь то же самое И теперь просто на клей ПВА наклеиваем данную картинку Мажу я клеем ПВА именно картинку Потому что под воздействием клея фотобумага, ну и обычная бумага растягивается И чтобы у вас не получилось так, что вы тут намазали Потом приложили сухую картинку И пошли вот эти вот волнушки, такие складочки Такое будет, если вы картинку не подготовили, то есть не намочили Мазать надо именно картинку Но можно намазать ещё эту немножко Я вот сейчас мазать не буду, потому что здесь маленькая совсем деталька Я и так сейчас попаду Так, мне главное сейчас не завалить ничего Можно вот по задней стороне всё это отравнять Так, сейчас я посмотрю на свет Попадаю я, вроде попадаю Но картинку, конечно, надо взять было поменьше Немножко сам сюжет Я не люблю, когда вот она прям во всю табличку получается Но, к сожалению, сейчас у меня вот эти только такие были заготовочки Поэтому я показываю на том, что есть Это такой тестовый вариант И дальше я её просто прокатываю велюровым валиком Просто чтобы разровнять клей И чтобы клей излишки ушёл, если он там есть И просто, чтобы картинка хорошо приклеилась Загнулась Так, всё, эту я приклеила Оставляем сушиться И теперь я буду делать этого котика Вот с котиком сейчас я всё-таки попробую Так, мне главное тут ещё не перепутать Какая сторона вот эта крашеная у меня Котика надо выровнять очень хорошо Потому что надо его не промахнуться, прилепить А для этого мне надо посмотреть на свет Ага, короче, ушки у меня вроде как встают на самый верх Сейчас попробуем сделать Всё, вот так получается Теперь я это оставляю сушиться И дальше нужно будет вот эти вот концы С помощью наждачки обрезать Я подсушила феном Ну, это там буквально пару минут И теперь при помощи наждачки Ну, я вот люблю вот эту вот наждачку Она хорошо обрабатывает Наждачка на брусочке Просто вот так вот нужно теперь срезать Все вот эти остатки бумаги Которые торчат Уже красивенько получается Когда вот эта форма придаётся Сразу получается совсем другой вид Я держу наждачку под углом примерно 45 градусов Поэтому у меня стёсывается и бумага И немножко вот этой вот самой стеночки Вот, вот такая получилась симпатичная табличка Так, почти готова Сейчас я ещё кое-что сделаю И тогда будет готова окончательно И, соответственно, с котиком то же самое Вот как оказывается Всё-таки такие картиночки Таблички Это палочка-выручалочка В наших случаях Когда нет именно вот нужного Либо размера, либо формы Либо вообще ничего нет То есть купить нет возможности И всё А вот, пожалуйста, видите, как здорово получается Вот такая вот штучка Из ничего сделали красивую штучку И совершенно непонятно, что это из картона Если сделать её хорошо и толстенько То никто у вас и не узнает, что это картон Потом всё это всё равно покрывается лаком И ничего с ней не будет То есть не размокнет, не разбухнет и не развалится Это всё покрывается лаком В окончательном варианте Вот что у меня получилось Вот такие две красивые штучки Вот теперь я беру Вот у меня есть старые губки Я вот этими губками с использованием битменного лака Делаю тонирование краешков То есть беру обыкновенный битменный лак И намазываю вот на эти губки Они потом у меня остаются Я их не выбрасываю Видите, она какая дырявая То есть я её уже всю исчезала Для чего я их не выбрасываю? Я ими тонирую Вот то, что у вас испачкано было битумом Всё равно оно работает Даже в сухом варианте То есть я, смотрите, сейчас просто беру эту сухую губку И вот ею вот эти краешки Начинаю пачкать Видите, что происходит? Она работает, она пачкает И пачкает очень бережно Не пачкает никакие ляпы и так далее Всё аккуратненько, всё хорошо Вот то, что мне, собственно говоря, и надо в данном случае Она может лежать долгие годы Я бы сказала даже То есть с ней ничего не будет Если на ней попала битумная патина Она так и останется Но пока сама, естественно, вся не растрепится Вот эта вот мочалка сама Вот что получилось, видите? Вот такая вот получилась чумазенькая сторона Ну, немножечко котика я сделала Буквально вот здесь немножко я хочу Не хочу сильно его тонировать То есть буквально чуть-чуть Можно оставлять уже вот так работу И уже клеить её на ваше изделие Но я немножко шкурю ещё Шкурю эти краешки Чтобы они были такие более естественные Как будто такая поношенная старая вещь Мне так больше нравится Ну, вот здесь буквально чуть-чуть Я не буду его сильно пачкать Вот я хочу так оставить Так, всё И теперь опять же беру Ну, либо такую наждачку Либо можно взять брусочек Вот на поролоновой основе Можно им Этот новый, я боюсь, он очень острый будет Сейчас как бы я не стесала всё Сейчас попробую Вот я так же прохожу по краю То есть тем самым проступает вот этот белый край Ну, очень-очень нежно нажимаю Я не сильно совершенно То есть смотря какой эффект вы хотите получить Так вы и шкурьте Ну, и сам торец я немножко пошкую заодно Слегка Вот так И немножко теперь нужно прошкурить вот где коричневая Буквально чуть-чуть тоже Можно саму картинку пошкурить слегка Чтобы она была такая более старая Тоже смотрите по желанию Вот так Саму картинку я имею ввиду Она тоже будет немножко такая белёсенькая Ну, немножко совсем Вот что получилось в результате Вот такая хорошенькая табличка И, соответственно, с котиком то же самое Только не старайтесь шкурить всю коричневую Возможно, сейчас на камеру плохо видно, конечно Но коричневая, тем не менее, у меня остаётся Она более естественно смотрится в таком вот состоянии И кажется, что эта вещь такая именно старая Со временем поношенная какая-то такая И по краям такие небольшие, даже беленькие крапинки проступают Ну, вот я просто шкурю так Смотрится очень симпатично Так, ну, котика я шкурить не буду Что я сейчас его обдеру, будет нос ободранный Вот, получаются вот такие красивые таблички Далее, смотрите, что можно сделать Можно сделать набросок, если хотите То есть, как бы это не обязательно совершенно Можно сделать трафаретные узоры, добавить какие-то Там рамочка, там какой-то цветочек, что угодно И в конце всё это покрывается акриловым лаком Вот, после этого картинку Вот, допустим, вы хотите приклеить её Ну, вот куда? Сейчас я что-нибудь такое найду Ну, у меня тут под рукой ничего нет Вот какой-то стакан Вот, допустим, сюда То есть, вы должны постепенно вот эту картинку Вот так вот жать, жать, жать потихонечку Эту сторону лучше намазать водой Намочить водой, мокрой кисточкой пройтись Она будет тянуть на себя бумагу И постепенно закручиваться Но, естественно, нужно в процессе вот так пальчиками Её жать, 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 жать потихонечку Чтобы не сломать Чтобы не было у вас переломов на этой бумажке Вот она уже у меня пошла То есть, соответственно, потихонечку всё это делается Вот так вот И достигаете нужного вам вот этого объёма То есть, вот в данном случае я делала это всё именно так Потом я её приклеила на баночку И вокруг неё приклеила из бумажной трубочки Вот, в частности, такие у меня трубочки были Вот этот вот контур по кругу То есть, здесь уже смотря по вашему сюжету Что у вас сделано Вот на этом, я думаю, можно заканчивать То есть, вы поняли, как сделать сами вот эти рамочки Точнее, таблички Моя задача была показать именно, как сделать сами таблички А не как их декорировать Но заодно немножко показала по поводу декора Поэтому, надеюсь, вам совет этот понравится и пригодится И вы сможете задекорировать Вернее, украсить такими табличками какие-то свои работы Повторюсь, таблички можно сделать из картонки В несколько слоёв её склеив Таблички могут быть разной формы, разного размера Под конкретное ваше какое-то изделие И рисунок может быть совершенно разный Может быть трафаретный, может быть какой-то вот распечатка какая-то Салфетки, всё что угодно Вот, на этом я заканчиваю этот мастер-класс Просто он какой-то спонтанный у меня получился Я вот делала таблички Думаю, дайте-ка я вам расскажу, как их делать Вдруг кто-то захочет узнать И, надеюсь, информация была вам полезна Пишите в комментариях свои впечатления Ставьте лайки, если понравилось Подписывайтесь на канал До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok